Новый оздоровительный лагерь планируют возвести в селе Хан-Урдасе. Реконструкцию школы в одном из населенных пунктов обещают закончить к началу учебного года. А до конца 2023-го есть поручение завершить ремонт многострадальной трассы Унигебесен-Сайхин. Об этом и многом другом стало известно во время отчетной встречи с населением в Боке-Урдинском районе, которая прошла с участием Аким области на ремонту Регалеева. Все подробности далее. Трассу Унигебесен-Сайхин по праву можно назвать долгостроем. Темпы работ вызывают легкое недоумение, поскольку за два года заасфальтировали лишь 40 километров. Аким области, прибывшие в район, поручил довести дело до конца уже в этом году. Речь идет об оставшихся 63 километрах. Чтобы задачу выполнить, подрядчику едва сойдет снег, придется работать в поте лица. Поэтому подготовка к ремонту многострадальной дороги идет уже сейчас. К разговору об этой трассе вернулись и на отчетном собрании. Доставка щебня по железной дороге идет полным ходом. В этом году, в частности, проблем с материалами быть не должно. За два месяца необходимо завести 70% щебня. В апреле мы завезем 70% щебня, необходимого для строительства дороги. Есть соответствующее письмо правительства. Если мы сможем завести это количество, то оставшиеся 30% завезете летом и нужно закончить ремонтные работы. В обязательном порядке уделяйте внимание качеству. Мы будем проверять. Технический и авторский надзор должен быть изначально. Я постоянно об этом говорю. Всех подрядчиков предупреждаем. В первую очередь, качество. Основы экономики, как и прежде, составляют животноводство. Только в минувшем году было закуплено более тысячи голов племенного КРС. Отличные показатели. Впрочем, есть и серьезные проблемы. Например, скотократство. Несмотря на работу полиции, рост преступлений не снижается. По сравнению с прошлыми годами, кража скота серьезно растет. Разработан соответствующий комплексный план. Теперь для его исполнения и предотвращения скотократства необходимо проводить большую работу. Призывая владельцев скота и пастухов следить за выпасом. Районному отделу полиции необходимо предотвращать скотократство и увеличивать раскрываемость. Этот вопрос будет на постоянном контроле. Нынешний формат осчетных встреч подразумевает вопросы от жителей. И они были разнообразны. Например, сельчанин из Бесена Хайрула Сабыров отметил необходимость ремонта двух плотин в населенном пункте. А также подведение воды и газа к ряду сел. А его земляк Ермек Мендешев предложил, чтобы один из оздоровительных лагерей, который планируют построить в регионе, располагался в Боке-Урдинском районе. По поручению президента страны, в республике планируют построить 50 оздоровительных лагерей. Из них 4 в Приурале. Было бы очень хорошо, если бы один из них возвели в селе Ханордаса. Вы говорите правильно. В планах 4 лагеря. Мы предложили построить по одному в Кушанкуле, районе Байтирек, Шенгарлауском и Боке-Урдинском районах. Надеемся, что на уровне республики наше предложение поддержит. Жители попросили уделить должное внимание объездным дорогам при ремонте действующих. Еще один вопрос касался своевременной очистки проезжей части от снега. В свою очередь, директор местного историко-музейного комплекса заявил о начале модернизации музея, а также о строительстве новых объектов для придания исторического облика району и чтобы обеспечить приток туристов. Для этого, по его словам, необходимо реконструировать подъездную дорогу к селу Ханордаса. У меня вопрос по поводу дорог. Подъездная дорога к селу Ханордаса имеет статус республиканский. Было бы хорошо, чтобы там провели ремонт. Это ведь прямое сообщение с областным центром. По этой дороге к нам приезжают туристы. В 2021 году работу начали. В 2022-м должны были закончить. Однако договор подрядчикам выполнен не был. Теперь проект передан другому подрядчику. Деньги выделили заново. Подрядчика определяет столицу, а не мы. Когда они определят, будем с ними работать. Существует в районе проблема кадрового характера. Например, в 18 медучреждениях работают 27 врачей и 116 сотрудников медперсонала. Этого недостаточно, особенно в свете нехватки узких специалистов. Например, психиатров, анестезиологов, реаниматологов, офтальмологов. Акимовласти подчеркну, что сейчас разрабатывается новый проект, который призван решить существующую проблему. Решение, которое мы хотим принять, насколько оно имеет юридическую силу, проверят юристы и другие специалисты. Оно заключается в том, что специалисты, которые приедут в район, получат 5 миллионов тенге подъемных. И это помимо жилья. Если приедут два врача, то, соответственно, 10 миллионов. Дополнительно к этому Аким района также хочет оказать поддержку. Поэтому будут выделены деньги из районного бюджета. Если среди специалистов есть граждане других стран, например, России, то мы и им готовы выдать средства. Однако есть и другая сторона. Так как они граждане другого государства, мы поставим перед ними требование получить гражданство Казахстана. Еще одно условие – отработать здесь не менее 10 лет. Между тем, на ряд вопросов, озвученных во время отчетной встречи, были даны подробные ответы. Исполнение остальных на контроле. Аким области во время визита посетил школу имени Жангирхана в селе Ханурдасе и проинспектировал ход ремонтных работ. К слову, их начали в прошлом году, а потом, ввиду разных причин, реконструкция периодически вставала на паузу. Сейчас выполнена лишь треть от плана. Полы сделайте хорошо, ведь здесь будут бегать дети, чтобы основание и покрытие было хорошим. Подрядчик пообещал завершить все работы до начала учебного года. Поэтому есть надежда, что 1 сентября школьники пойдут уже в обновленный очаг знаний.